Микс Ньюс. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио Балком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Культ Просвет. И сегодня мы продолжаем нашу прогулку по актуальным культурным и политическим событиям. Мы заглядываем на выставки, мы смотрим, что нового произошло в книжном мире. И как раз сегодня я бы хотел в смысле жанра немножко изменить наше, скажем, привычное содержание или формат. И мы поговорим сегодня о том, что я сам сделал. На самом деле речь идет о новой книге, которую я писал в соавторстве с одним из коллег из Латвийского университета, Валдисом Террат Каунсом. И книга эта посвящена теме, которая может показаться некоторым из вас несколько странной, по меньшей мере неактуальной. Речь идет о французской революции 1789 года с подзаголовком «Кровавая заря в Париже. Революция 1789 года как медийное событие». Можно задать вопрос, почему? А, собственно говоря, потому что многие ученые считают, что современные европейские общества, условно говоря, выросли из французской революции конца 18-го столетия. Например, декларация прав человека и гражданина, само понятие нации, политическое участие, выборов и так далее. Все то, о чем мы с вами обычно беседуем в рамках нашей программы и программы «Зима близко», собственно говоря, появилось как раз в период французской революции. Потому что мы с коллегой решили написать эту книгу, потому что на латышском языке книга, посвященная французской революции, последний раз издавалась в середине 50-х годов. Естественно, она была, скажем, по нынешним меркам довольно тенденциозной. Поэтому мы 4 года назад обратились к источникам и решили посмотреть на то, как воспринимается эта книга современниками, иными словами, скажем, интеллектуалами 18-го столетия, путешественниками, всеми теми, кто добирался до Парижа в разгар революции, те, кто заглядывали, скажем, в газеты, обменивались письмами, слухами, писали дневники и так далее, и так далее. Именно поэтому сегодня мы решили рассказать вам об этой книге, но решили построить нашу программу в формате беседы, потому что сегодня в гостях у нас из Петербурга для презентации этой книги приехал дизайнер, с которым вы уже знакомы по программе беседы о визуальном, Даниил Вяткин. Добрый, добрый, добрый день. И сегодня нам помогает технически осуществить нашу беседу звукорежиссер Родион Золотарев. Уважаемые радиослушатели, я уверен, что вы будете участниками нашей беседы, поэтому, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. И вы можете также оставлять свои сообщения на WhatsApp и SMS. Даниил, еще раз добрый день. Еще раз добрый день. Я очень рад, что... Это странный сигнал, я не понимаю радио, радио, эти самые... Радио язык? Радио язык, да. Ну, в любом случае, я хорошо тебя слышу и даже вижу. И наши радиослушатели, которые, может быть, прильнули к голубым экранам своих телефонов, тоже могут наблюдать за тобой. Книга тоже доступна здесь у нас на столе. Да, мы ее притащили, чтобы наши радиослушатели ее увидели. Да. Ну, вот таковы, как бы, расширенные границы радио, поэтому я предлагаю ее поставить так, как она должна была бы стоять на книжной полке. Как она должна стоять на книжной полке, на самом деле, непонятно. Ну, об этом... Это самая главная загадка французской революции. Об этом как раз и пойдет речь, да. Недавно я слышал, не знаю, прибаутку одного китайского философа современного, спросили, что он думает о французской революции. Немного помолчав, он ответил, еще слишком рано. Поэтому рано размышлять на эту тему. А, ну, для китайской истории, да. Да, для китайской культуры это один миг. Это как бы, да, ни о чем. И в то же время мы действительно находимся как общество, по сути дела, в период, когда мы можем оглянуться на революцию и посмотреть, что мы, может быть, даже растеряли по пути. Я думаю, что мы могли бы начать нашу беседу с того, как мне кажется, и ты можешь оппонировать мне. Но на данный момент, когда я, как один из авторов, просто не могу проникнуть в текст, уважаемые радиослушатели, вы наверняка знаете, что есть ощущение, когда просто не можем больше заниматься тем, чем долго занимался, писал, думал, создавал. Ну, пройти какое-то время, и должен перевариться, и тогда уже воспринимать это как нечто чужое. А пока это вот свое, пока оно болит здесь в сердце и как бы это самое пульсирует, это очень сложно, очень сложно, да. Оно пока что слишком как бы свое, поэтому тяжело, но в любом случае мы пытались, скажем, создать такую панораму источников тогдашнего периода, эмоций и прочее. Но ты же не просто хотел сделать книжку, то есть ты хотел изначально, чтобы это был не просто научный труд, не просто перечень собранных источников каких-то. Там в книжке сколько у тебя источников, источников, ну, скажем так, я их меряю по количеству страниц. Там около ста, по-моему, 10 страниц в макете, приблизительно 10 страниц, то есть получается, ну, должно быть около ста, может быть. Сто источников пришлось. Это действительно... Из Финляндии, из Германии, из Австрии, из Великобритании, из российские. Гигантская совершенно работа. Спасибо за комплимент, но на самом деле мы действительно пытались с автором, может быть, воссоздать эмоциональное состояние тех людей, которые, может быть, в какой-то степени созвучны и нам, тем из вас, кто пережил, например, позднюю перестройку и распад Советского Союза, и как бы то, что история вдруг началась как бы заново, да. То есть проводишь такие параллели? Ну, в какой-то степени, да. Я бы сказал, что революция 18-го столетия была резким ускорением истории. Это то, что мы пережили вот как раз в конце 80-х. Пережили россияне, пережили жители Латвии и так далее, и так далее. Но всего-всего в то время... Я бы сказал, всей Европы все-таки, да, то есть, например... Ну, да, опять-таки, падение Берлинской стены. Тот же западный мир, который привык жить, условно говоря, за стеной, где форпостом условной западной цивилизации был западный Берлин, и тут вдруг все открылось. И судя по тому, что мы, скажем, обнаружили в источниках, свидетели того периода как раз ощущали резкое ускорение истории. Это было сродни головокружению, у многих началась эйфория, скажем так, своеобразная эмоциональная перегрузка. То есть, это событие во Франции, оно же повлияло на все монархии, на все устройства всей Европы, как бы, и даже в какой-то мере России. Да, и, в принципе, даже в колониях, то есть, например, французы, революционное правительство отменило рабство в колониях, да, и признало, как бы, жителей колонии гражданами, как бы, достойными участия в политической культуре и так далее. Но все эти источники, Данил, были представлены тебе, как бы, на рассмотрение на латышском языке, чтобы усложнить весь этот процесс. У меня, нет, там же есть в конце этот самый обобщение на английском, так что я вполне себе представляю, о чем там. Ты знал, о чем идет речь, да. Я немножечко читаю, чуть хуже, чем на русском, но уж точно лучше, чем на латышском, к сожалению. Именно поэтому я хотел узнать, на самом деле, а насколько эта тема вот в России, она как-то циркулирует? Ведь, на самом деле, скажем, февральский, ну, может быть, февральская революция меньше, но октябрьская революция, она ведь во многом считала себя наследницей французской революции. У вас, кстати, в Петропавловской крепости все еще есть, по-моему, постоянная выставка узники российских бастилий. И там есть целый ряд, как бы, аллюзий и, как бы, отсылок к революции и к дореволюционному периоду тоже. Ну, ты видишь, сейчас в тех, по крайней мере, дискурсах, которые происходят там в интернетах и так далее, нет привязки вот к французской революции. Они воспринимаются вот события конца 80-х, начала 90-х и события октябрьской революции, в первую очередь, октябрьской революции, ну, скорее, вот они между собой как-то вот взаимодействуют. Взаимодействуют. Надо бы, не надо было. Единого мнения по этому поводу в обществе нет. Очень разные мнения совершенно противоположны до драки, до кровавых этих самых слюней просто доходят. Потому что дерутся до сих пор. Это до сих пор очень такое будоражащее событие, excited такое. И стоит где-то начать про Горбачева что-нибудь, или про перестройку, или про то, как развалился Союз, и начинать миллионы комментариев, миллионы мнений. Но вот именно привязки к французской революции, вот такую связку очень редко можно услышать, на самом деле. Ты ведь два года назад видел, посещал выставку в Зимнем дворце, посвященную Октябрьской революции. Два года назад было много всего, на самом деле. И в Зимнем дворце, и были плакатные акции, вот я как-то рассказывал, и посвященные 1917 году, и чего-то вот так не было. И на самом деле, и даже там очень были разные мнения, то есть среди, например, тех дизайнеров, которые плакаты рисовали, противоположные от того, что как бы даешь коммунизм. Он же на самом деле очень много открыл нового такого светлого и свежего. И заканчивая там... Интересно, получается, в сознании людей, вот насчет 1917 года, если говорить, интересно такой момент, что с одной стороны, как бы идет вот это вот царь-мученик, его же Николая Второго у нас акканонизировали, да, и всю семью. А с другой стороны, как здорово было в Совке. И вот эти два события, и в голове у людей, у многих это живет параллельно, и каким-то образом не пересекается, не входит в конфликт. Вот как это получается, я не очень понимаю, на самом деле. Вот скажи мне, вот, например, если на примере французской революции взять, вот были какие-то такие вот настроения у людей, что как бы с одной стороны все правильно и все верно, а с другой стороны как-то вот все неправильно и неверно, и это какие-то две параллельные истории как-то соприкасались. Были, на самом деле, на начальном периоде революции, если мы говорим, допустим, 89-й год, 90-й, в основном говоря, до провозглашения республики в 92-м году. Была ситуация в самом начале, как раз вот, собственно говоря, созыв генеральных штатов, это была первая попытка спустя приблизительно 150 лет после последнего парламента французского созвать представителей, значит, всех сословий и превратить этот парламент как бы в такую лабораторию по выходу из финансового кризиса, потому что государство было, собственно говоря, с чего все началось? С того, что после войны против Англии, собственно говоря, для поддержания колоний, были сделаны займы на международных финансовых рынках, но так как Людовик XIV перед своей смертью стал очень религиозным и выгнал протестантов из Франции, нарушив завет своего деда Генриха IV о религиозной терпимости, то протестанты, которые сгруппировались где? В Пруссии, покинув Францию, в Швейцарии, в Великобритании, собственно говоря, им принадлежала львиная доля финансовых рынков того периода. И поэтому Англия, которая воевала с Францией, собственно говоря, получала займы приблизительно 50% дешевле, чем французы, то есть, условно говоря, за Людовика XIV пришлось платить его правнуку. И поэтому после войны, которая якобы была выиграна, она была такой пировой победой, когда, собственно говоря, большая часть государственных финансов уходила на оплату этих займов, процентов. И государство было на грани банкрота. И мы хорошо знаем, что, например, латвийская экономика несколько лет назад из-за банка Парекс, собственно говоря, приближалась к такой ситуации. Ну и мы знаем, чем все это закончилось. И были всевозможные меморандумы о том, ну как, собственно говоря, эту ситуацию изменить. И одной из возможностей был созыв Генеральных Штатов, где, условно говоря, можно было получить одобрение на новые налоги. Но проблема состояла в том, что если 160 лет назад это было почти непросвещенное общество, то за 160... 160 лет, в смысле, до Французской революции. До Французской революции, да. Это был, условно говоря, последний созыв. Надо периодически упоминать, потому что мы настолько быстро перемещаемся по времени, что надо уточнять. Верно, верно. Так вот, значит, и в результате получилось, что к 1789 году, к маю месяцу, когда Генеральные Штаты были созваны, это была уже совсем другая ситуация, было совсем другое общество. Это были люди, которые десятилетиями пропитывались идеями просвещения. Опять же, здесь надо сказать, что это не было массовым явлением, понятное дело. То есть, уровень, скажем, заинтересованности людей в этих темах, но он был очень большой, потому что, скажем, читать и писать могли около 40% мужчин и чуть меньше процентов женщин. Поэтому это не было массовым явлением, но в этот период появляется то, что мы называем общественным мнением. И, например, в книге, раз мы уже, может быть, можем сделать мостик от содержания к визуальному, что, по моему мнению, дополним, скажем, параллельное содержание. Я думаю, что мы содержание к визуальному. Ты еще не рассказал, вот, собственно говоря, вот о идее, вот идее книги как само по себе. Так вот, идея книги появилась, на самом деле, в какой-то степени, как послесловие к предыдущей книге о Дон Жуане, потому что в советской, скажем, науке о истории оперы считалось, что опера Дон Жуан Моцарта, финал, где командор стучится в дверь, это каким-то образом интерпретировалось как первые, скажем, такие отдаленные раскаты французской революции. Это была очень-очень такая советская версия. Ну, Фигаро тоже считали, как бы, чуть ли не первым революционером. Нет, ну, все надо было же притянуть, как бы, за уши, не за уши, за хвост, за что получалось. Верно, и поэтому вот посчиталось, как бы, что удары, значит, командора, это были вот предвестником революции. Это, конечно, все чепуха, но, как бы, мне показалось, так как опера, это была создана за два года до революции, то в воздухе уже что-то витало. И это мы увидели во многих источниках, когда путешественники того периода, англичане и так далее, они просто уже слышали беседы там, то есть уже что-то там начинало кипеть и бурлеть. Бурлить. И как только появилась возможность созыва Генеральных Штатов, как бы, вот, собственно говоря, революция началась. Интерес наш был вызван тем, что это был шок. Для многих это был шок, это была огромная цезура, это была пропасть, это была трещина, которая навсегда отделила старый режим, так называемый, от этих новых событий. И далее, если уж, казалось бы, в поздний советский период все как-то так медленно шло куда-то непонятно в серости и так далее, и казалось, никогда это не закончится, вдруг все вот исчезло. Да, спрессовалось, да. То же исследователь Юрчак, да, значит, это было навсегда, пока не закончилось. Так вот, закончилось это резко. В 90-м году, в 91-м, то же самое произошло в 89-м году. Десять столетий монархии, которая, казалось бы, будет вечной, вдруг хоп, и все исчезло. За одну ночь в августе, с 4 на 5 августа, вся феодальная система была отменена. Но отменена она была, и что действительно удивительного, отменена она была по просьбе, собственно говоря, самих грандов, то есть представителей высшей аристократии. Вот это поразительно. Каким образом вообще? Податель прошения об отмене всех феодальных прав принадлежал к одной из самых старинных семей, это был Викон де Нуай. Это следствие просвещения? Это следствие просвещения, это возможность и желание, собственно говоря, отказаться от привилегий, которые считались позорными, там, пережитком времени и так далее, и так далее. Вот удивительно, да? Считалось, то есть в обществе это считалось позорным. Среди высших слов это считалось позорным. То есть не круто, да, получается? О том, что из всего этого получилось, мы продолжим нашу беседу после небольшого перерыва, когда вернемся в студию. Час в час. Минута в минуту. Радио. Уважаемые радиослушатели, мы вернулись после небольшой паузы обратно в студию. Напомню, это программа «Культ просвет». Сегодня у нас в гостях Даниил Вяткин, дизайнер из Петербурга, оформитель и иллюстратор книги, которую я написал вместе с вами. На самом деле мы сегодня друг у друга в гостях, потому что автор книги, собственно говоря, сидит напротив меня, и он же ведущий программы. Денис Ханов. Да, верно. Мне кажется, ты вошел во вкус. Я могу. Итак, мы закончили на том, что французская аристократия сама добровольно, собственно говоря, элиты этой, скажем, аристократии отказались от феодальных прав. А потом революция стала набирать обороты, ускоряться. В результате, скажем, появились новые радикальные голоса. Они требовали отмены монархии как таковой. Людовик XVI бежал, пытался бежать из Франции, и по легенде он так заинтересовался на постоялом дворе разговором крестьян об урожае, что высунулся из кареты, а профиль короля, естественно, был на всех монетах. Его узнали, скажем, подоспела национальной гвардии, его с позором вернули обратно в Париж. С тех пор он стал заключенным. Все это закончилось чем? Тем, что появился революционный террор, который, собственно говоря, сегодня у нас здесь на столе в форме книги, которая напоминает гильотину. И тем самым мы переходим во второй части нашей беседы от исторического содержания и сноса к тому, как, собственно говоря, получилось, что эта книга вот так под откос. Ну, и вот опять мне не подвел. Ты же, что ты мне постоянно рассказывал, что в первую очередь ты хотел сделать не просто научную книгу, не просто набор статей, а не просто переработанный источник, а сделать, чтобы научная книга заговорила, собственно, каким-то живым голосом, каким-то таким, которым обычно научные книги не говорят. Хорошо, согласен. Дело в том, что мы попытались, условно говоря, вспомнить то, что наука может быть и развлекательной, или завлекательной, или увлекательной скорее. Дело в том, что действительно здесь очень много голосов прошлых эпох. Эти голоса очень разные по своим настроениям, у людей менялись эти настроения в зависимости от того, как они участвовали в революции, были ли жертвами их родственники, или наоборот, они сделали головокружительную карьеру во время революции, стали участниками национального собрания и так далее, и так далее. Так что, в принципе, да, мы хотели, чтобы с нами заговорили покойники. Мы хотели, чтобы те люди, которые исчезли с лица земли много столетий назад, оставив после себя эмоции, эти социальные энергии, вот они где-то в воздухе есть, или, может быть, там в библиотеках и архивах, это путешественники и путешественницы, это тогдашние журналисты, наблюдатели, авантюристы и так далее, и так далее. Все, кто даже заработали на французской революции капитал, или если не капитал, то хороший доход. И да, то есть мы хотели отойти от сухого, академического, скучного, да, потому что на самом деле нередко... Сама тема такая, то есть революция как медиа события, то есть интриги, скандалы, интриги, расследования, да, то есть вот что это, как это трансформировалось, как это в эти самые, в заголовках, в статьях, что это, что-то такое было какое-то сенсационное, что-то, что сбрасывалось, какая-то новая информация, которая путалась, которая противоречила сама себе, и вот это во всем разобраться... Они жаждали до новостей, они жаждали, а раз было, скажем, был спрос, значит, появлялось и предложение, часто оно было обманчивым, например, одна из историй, я расскажу, да, так как было уже известно, что Людовик, а сегодня, между прочим, скажем, трагическая дата, 21 января 1793 года, Людовика 16-го казнили. Не чокаясь. Да, и поэтому сегодня как раз мы и открываем эту книгу, и, условно говоря, презентуем ее, и люди до такой степени были голодны до новостей, что одна британская газета, которую мы сейчас можем назвать желтым листком, желтой газетой, желтой прессой, убила короля на несколько дней раньше, чтобы распродать весь тираж своей газеты, потому что люди жаждали новостей о том, как это произошло. И газета Times, которая, как мы хорошо знаем, из Sherlock Holmes, это очень престижное старое консервативное издание, увидев, что, собственно говоря, у них из-под носа увели читателей и все распродали, они обратились к своим коллегам, ну, условно, с критикой, скажем, с нарушением, с критикой нарушения этики журналистов. Вот, кстати, чего интересно было в первую очередь в этом заявлении? Больше какой-то зависти, что их подвинули, или все-таки действительно этич, вот какого-то, знаешь, благородства и как бы обиды за журналистскую профессию? Как ты думаешь? Собственно говоря, похоронила монарха на несколько дней раньше. И после этих источников мы поняли, что делать скучную книгу невозможно. Уже бессмысленно, на самом деле. И вот мы встретились с дизайнером этой книги, и я предложил, как бы, вот, может быть... Что-то сделать. Да, что-то сделаем. Давай что-то сделаем. Давай что-то сделаем. Какой-то плохой такой, нарочито плохой дизайн, нарочито грубая верстка с какая-нибудь на плохой бумаге. Ну, вот как вот дешевые бульварные вот эти издания все продаются. Вот она должна была выглядеть такой. То есть, показать, что вот эта вот атмосфера новостей, новостей, этой истерики какой-то, вот, того, что вокруг революции тогда происходило, перенести немножко на существующую сейчас почву, вот, как это сейчас бы выглядело, вот. Вот, и визуально как раз передать вот эту вот постоянную, нарастающую от эйфории до истерики, какие-то, вот это вот все напряжение, да, вот с помощью... Напряжение и ужас. Напряжение и ужас, да. И вот эта вся кровавая, там, не знаю, распиленные там тела, отрубленные головы, естественно, кровищные. Что у нас-то? У нас же это самое... Что ассоциируется с революцией. Что ассоциируется с революцией, да, какая-то же большая-большая кровавая, какое-то месиво, в котором что-то там появляется, захлёстывается и так далее. Вот, и первые как раз вот макеты мы делали именно в таком издате. Все были в жутком восторге, кроме, собственно говоря, издателя, потому что издатель, конечно, ну, я бы тоже на его месте испугался, на самом деле, потому что если ты издаешь научную книгу, то довольно сложно, мне кажется, да не менее, я уверен, довольно сложно переключиться и сделать что-то, что-то абсолютно в другой стилистике и ближе, наверное, всё-таки к художественному изданию, да, чем к научному. Вот. И что получилось потом? Что получилось потом? Потом мы отвергли эту идею. Потом мы отвергли эту идею и... И отправились в бар. Отлично, в этой книжке должно было быть маленькое посвящение латвийскому пиву, на самом деле. Ибо оно сыграло некоторую роль. Да, оно сыграло ключевую, мне кажется, роль в генерации идей и смыслов. Вот если вы сейчас, вот сейчас я дам нашим слушателям секунду подумать, что, какая у вас первая ассоциация в голове возникает, когда вы слышите выражение «французская революция». На самом деле вы можете сообщить нам об этом по телефону 6721-2939 и 6721-3939, так что мы ждём ваших звонков, можете прервать нашу беседу в любой момент, вы участники нашего разговора, посмотрим. Мы будем ждать, когда ответят. Нет, нет, мы продолжим нашу беседу, мы же не будем молчать. Так вот, заходим и в бар. Заходят как-то дизайнеры и писатель в бар. Отличный начало анекдота. Но это надо же сказать о форме. Несомненно. Вот, а тогда нет смысла ждать звонков, получается, с ответом, понимаешь? Вот такой вот парадокс. Да, может быть, начнём с небольшим условия. Но я думаю, что люди будут дозваниваться и будут говорить, угадали они, первая мысль такая была, а у них другая. Так вот, у большинства людей, по крайней мере, которых я впоследствии спрашивал, первая ассоциация, которая возникает при выражении «французская революция» – это гильотина. Гильотина. Я думаю, что все, на самом деле, даже те, кто так не подумал, они сейчас закивали головами и сказали, да, да, действительно, гильотина. Так вот, и мы решили, что самым идеальным форм, фактором для книги, тем более для такой хулиганской, которая получилась у нас, будет как раз нож гильотины. И вот, у нас тут она получилась, короче, разрезающая, разрезающая дворянский парик. И, ну, как бы, лучше, мне кажется, для, 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 для лучшей формы для книги о французской революции, как бы нет. Ну, и тем более, что, если уж, если уж хулиганствовать, то ли хулиганствовать до конца, да. К тому же, напомним, что гильотина, как средство уменьшивления, сохранялась во Франции, если я не ошибаюсь, даже после Второй мировой войны. Да, после Второй мировой войны, это тогда в 60-х или в 70-х, когда ее отменили. Да, когда отменили, по-моему, смертную казнь, тогда она, как бы, она использовалась, даже есть несколько фильмов детективных, где убийц приговаривали вот к гильотинированию. Хотя, напомню, что гильотин, как бы, хирург и врач, он, собственно... То есть, это была гуманная такая история. Да, он искал способы более гуманного уменьшивления преступников. Это был дискурс 18-го столетия о том, как с ним поступать, потому что во многом используются еще средневековые способы, там, четвертование, там, всевозможные... Не будем пугать наших радиослушателей, дело к вечеру. Как я говорил уже, короче, люди хотят быть испуганными. Тоже верно, да. Поэтому вот пугать людей, как раз, особенно воспринимая французский революс как медиа-событие, это нормально. К тому же, книга посвящена тем, кто не заметил. Так мы оформили посвящение всем тем, кто пропустил, скажем, по неведению, по халатности, по слепоте своей политической пропустил то, что с ними происходит. Я думаю, это актуально в современном европейском мире, когда мы, собственно говоря, часто пропускаем, что с нами происходит, и кто-то у нас уводит из-под носа демократию и свободу, собственно говоря, основные принципы французской революции. Хорошо. Подожди, а вот ты, когда писал, ты вот как бы постоянно держал в голове, что эта книга должна быть немножко намеком таким, да, вот на какие-то вот эти вот изменения, да, и для людей, которые будут читать, чтобы они сделали какую-то параллель, и подумали, что не случится ли что-нибудь подобного сейчас? Я не думаю, что это случится, потому что есть один, скажем, есть одно серьезное отличие современной ситуации от французской революции. Иными словами, конец 80-х годов 20-го века, собственно говоря, там 89-й и здесь 89-й, да, то есть получилось, кто-то, кто пишет историю, очень любит играть с цифрами. И, собственно говоря, прошло 200 лет, и через 200 лет европейское общество, Восточная Европа, да, которые как бы в тот период, скажем, были где-то на окраинах революционных событий, здесь они стали эпицентром. И почему? Потому что, по сути дела, тогдашние восточные европейцы превратились в очень политизированное общество. Эти люди читали запрещенные книги, они слушали запрещенное радио, они знали, что это важно им, они хотели этой свободы, они жаждали, они мучились и так далее. Нынешняя ситуация, мне кажется, скажем, особенно в Восточной Европе, очень отлично. Мы, особенно, например, в Латвии, мы очень пассивны, ленивы и во многом равнодушны сами к себе. У нас есть один звонок, пожалуйста, надень наушники. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день. Вы знаете, вы зря считаете, что народ очень изменился. Возьмите Францию. Там вроде бы люди вышли за благое дело, а чем кончилось, какой вандализм. У нас в Латвии народ вроде бы пассивный, но когда вот в январе, в девятом году люди вышли, в большей части что было? Громили, магазины разгромили, потом к парламенту пошли громить. То есть люди практически почти не изменились. А мораль этой революции, ну вот как царя, то есть французского там императора казнили, потом в России в восемнадцатом году этого... Николая Виколаевна. Нашего царя, в смысле, Николая, нашего я имею в виду российского, не моего. То есть, в принципе, вот политики должны немножко подумать, чем кончили вот эти вот правители. Спасибо. Спасибо вам. Наша слушательница скептически относится к изменениям человека, но я все-таки считаю, что в восемьдесят девятый год, двадцатом веке многое изменило, что люди жаждали свободы. Сейчас мы от нее стремительно отказываемся. Но я думаю, нам стоит вернуться, ибо время наше бежит очень быстро, вернемся обратно к дизайну, потому что для меня... Да, спрашиваешь. Да, хорошо. Для меня это параллельное содержание, это параллельный месседж. То есть, одно дело, там, сноски из списка литературы, до этого, может быть, кто-нибудь и не дойдет, но книгу увидят точно. Ну, видишь, опять-таки, сама структура, изначальный месседж, который был, да, как медиа события, книга не могла не быть насыщенной, ненасыщенной визуально, как газета, как... Ну, всему это должна быть иллюстрация. Примем еще один звонок. Да, конечно. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день. Ну, вот все-таки вы, значит, революция, это либеритет, свобода, равенство, братство, да, потом вы вспомнили Советский Союз, там, темные времена, значит, по вашей оценке, ну, обоюдной вашей, очень негативно. И сегодняшний день, ну, вот это, свобода, равенство, братство. То есть, насчет свободы, конечно, здесь можно еще полемизировать, да, при Советском Союзе и сейчас. А вот равенство, братство, тогда и сегодня, если вдуматься, в Советском Союзе... Имейте в виду, имеется в виду, в Советском Союзе... Братство, в Советском Союзе и сегодня. То есть, мы больше сейчас человек человеку волк, чем в том же поганом Советском Союзе. Ну, еще раз, про свободу, конечно, здесь. Так что, в общем-то, вот достижение революции тогда, о которой вы говорите, ну, в преломлении на сегодняшний день, в наложении, да, как бы, ну, естественно, время другое, то есть, когда отрубить голову, убить кого-то, это было повседневно. Сейчас, конечно, это выдающееся событие, там, в Беларуси, где-то смертная камень, хотя кто-то, большинство, наверное, простых людей было бы за сохранение. Еще раз, свобода, равенство, братство, где они сегодня? Их нету, нет. Спасибо. Ну, я думаю, что, очень коротко, чтобы мы все-таки вернулись к визуальному содержанию, братство это такая вещь, которую можно создавать самим, то есть, для меня это солидарность различных социальных групп, солидарность в политике, например, так называемый налог на солидарность, в ней, наоборот, не налог на солидарность, а солидарный налог, то есть, условно говоря, когда богатая часть населения все-таки платит больше, а это потом идет на какие-то социальные платы тем, кто, скажем, менее состоятелен, так что, но если даже менее состоятельные не принимают такие вещи, да, или, например, не выходят на улицы с демонстрациями, когда, допустим, в госсекторе сокращают зарплаты, то есть, каждый как бы по себе в углу, к этому углу никто не принуждает, то есть, это наша собственная, скажем, неспособность, а или инициатива, и во многом, когда речь идет о какой-то солидарности, почему-то люди думают, что это, как бы, там, попахивает коммунизмом. Даниил, еще один звонок примем? Конечно. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Тема бы нажал в текущий. Добрый. Ну, на вопрос, что первое вспоминается при словах французской революции, это Леина Бирзиня, которая преподавала этот курс в университете. Да, вы знаете, я ее тоже помню, она у меня в Пушкинском лицее преподавала историю права. Я помню ее, да. Вот, что это и дело. Да. Она была фанатом этого вопроса вообще-то. Я помню, она рассказывала о всевозможных пытках. Да, 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 да. Вот, и я бы отметил бы другой вопрос. Вот, только что человек говорил, свобода, равенство, братство. На мой взгляд, может, я, конечно, ошибаюсь, даже французская революция, также революция Спартака, и также, как сегодняшняя революция на Украине, показывает, что человеку, если он раб, сам по себе, не нужна свобода. Ему нужно право обладать своими рабами. И иметь в себе хорошего хозяина. И это как раз и есть философия, которая потом доводит свободу, равенство, братство до Наполеона или другого похожего правителя. Поэтому то, что сейчас происходит на наслад, это никакое не это самое исключительное событие. Это просто нормальное положение вещей, которое так оно идет. Но я, конечно, могу и ошибиться. Удачного дня. Спасибо вам. Спасибо. Ну, я смотрю, очень скептически настроенные наши слушатели. Как раз об этом я и говорю. То есть, в 18-м столетии, как и в конце 20-го века, люди все-таки выходили на улицы со знанием того, что что-то можно поменять. Мы хотим, мы алчим свободу. А сейчас мы устали. Возвращаемся к книге. Черный картон, белые буквы – это техника? Это шелкография. Шелкография. Вообще, мы тут, на самом деле, нарушили все, по-моему, правила оформления научной книги. У нас тут, видите, красным, кровавым прошит корешок. У нас тут… Спинки нет. Спинки нет. Черный картон, шелкография на обложке. Иллюстрации. Вы давно видели в этих самых научных изданиях собственные иллюстрации? Сейчас попробую чуть-чуть найти. Ну, иллюстрации существуют в научных изданиях. Иллюстрации как документы. Как документы, да. А не как художественные… Да, надо отметить, что нам, как авторам, повезло. Данил сделал цикл рисунков, которые предваряют каждую из глав. И на самом деле… А какая глава с газетами? По-моему, третья. И в какой-то степени эти рисунки являются квинтэссенцией каждой главы. Ну, я рад, что автор настолько высоко ценит и считает, что на самом деле это помогает восприятию. Не вижу. Ну, значит, пораньше чуть-чуть. Пока примем звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Ну, от вашей темы. Картон, конечно, интересно. Там цвета, все. Но вот к предыдущему звонившему, все-таки, свобода, равенство братства, Скандинавия. Почти равны они в своих правах и в поведении. Повседневном и вообще. Даже северные наши соседи. И то на голову впереди нас. А у нас здесь, значит, разделение по языкам и по всему остальному. Так что все-таки есть разница. Природу человека не изменишь. Но приземляясь и желая как-то все-таки быть людьми, получается по-разному. И в разных странах, даже в соседних по-разному. Спасибо большое. Да, я с вами согласен, мы можем что-то изменить. Мы можем, скажем, участвовать активнее, хотя в тех же выборах, собственно говоря, это данная нам свобода. И, собственно говоря, человек стал гражданином как политической единицы как раз в рамках французской революции. Итак, у нас есть рисунки каждой главе. У нас есть еще, и они прикликаются с историческими визуальными материалами. Ну, конечно, так или иначе. А, что? Да? Ну, у тебя был интересный подход к источникам, допустим, к старинным альманахам, к книгам. У тебя, получается, есть несколько вариантов, когда книга существует в книге. Ну, я не думаю, что сейчас будет сильно интересно об этом всем говорить. Я думаю, что люди, которые... Хорошо, тогда у нас осталось там 5 минут приблизительно. Которые потом ее купят, они уже оценят это все или не оценят. Когда будут брать, я дочитаю, что она такая... Получилась такая вот хулиганская, собственно говоря, как и сам материал, который в книге представлен. Так что... Очень сложно вообще, на самом деле, говорить. Вот то, о чем ты говорил в самом начале, о том, что вот ты выпустил, и все, и какое-то время, пока это еще животрепещет. Да, что текст выталкивает. То есть я вчера, когда мы получили из типографии эту книгу, я, естественно, заглянул в нее, я пытался даже почитать. Нет, не могу, у меня... Но это мне тоже сложно сейчас. Мне тоже сложно, и сложно дать какую-то оценку, и говорить даже сложно. Хорошо, давай тогда я попытаюсь помочь. Скажи, пожалуйста, каковы были основные трудности? Ну, язык, конечно. Конечно, язык. Очень мне сложно было вникнуть в латышский язык, сделать его правильно, сделать его грамотно. Считаю, что грамотный текст, ну, книга, во-первых, несмотря на то, что она хулиганская, она все равно должна быть оформлена более-менее по правилам, хорошо, четко, ясно и понятно. Но так как с латышками у меня проблемы, то был, конечно, гигантский объем работы, гигантское количество времени потрачено на то, чтобы текст был оформлен правильно. И спасибо нашему редактору Инти, которая тоже мучилась вместе со мной, вот, и мы вместе продирались сквозь долги о латышского языка и прочие характерные для языка вещи, и все-таки завершили это каким-то невероятно совершенно сложным образом. Да, я присоединяюсь к благодарностям, которые мы высказываем Инти Розенвалде, которая является сама не только философом, интеллектуалом, но и действительно редактором и знатоком 18-го столетия. И я понимаю, что вы долго с ней работали. Когда текст был закончен... Я думаю, что надо издать нашему тоже большому... Да, и издатель Ингрида Сеглэня, которая поверила... Которая поверила и... Поверила в этот вариант, по сути дела, действительно, несколько скандальной книги, потому что ее толком-то на полку не поставить. Хотя вот сегодня тебе удалось ее выдрузить как бы на стол и... Она не для того, чтобы ее на полку ставили, она для того, чтобы ее держать. Ей нельзя ее запихнуть на место. Она должна в этот самый, короче, выразительно стоять и мозолить глаза. Она ради этого... Тот случай, когда эстетика полностью победила этику и функциональность и растоптала ее. Да, потому что эти красные нити, по сути дела, даже если она спрятана на полке и стоит кверх ногами, то они могут в какой-то степени быть, конечно, аллюзией на кровь. С другой стороны, они могут просто заинтересовать человека, потому что мы, в принципе, привыкли к спинкам. И так как у нас осталось буквально одно мгновение до окончания нашей программы, я хотел поблагодарить нашего гостя. А я хотел поблагодарить второго нашего гостя. За сегодняшнюю беседу мы попытались заинтересовать наших радиослушателей. Не на все звонки мы, к сожалению, сможем ответить, поэтому, увы, сейчас мы просто звонки не будем больше принимать. Я хочу поблагодарить моего коллегу Родиона Золотарева за помощь в обеспечении сегодняшнего разговора. Еще раз «Кровавая заря в Париже» — новая книга, которая вскоре поступит в книжный магазин. Так что загляните. Новая книга Дениса Ханова. Хорошо. Да, и моего коллеги Валдей Сатерат Каунс. Спасибо большое. И до следующей встречи в рамках программы «Зима близко». Продолжение следует. Продолжение следует.